День рождения почтовой открытки Как тогда называлась почтовая открытка Вышла в свет То есть начала официальное хождение Отпечатана она была в венской типографии Особенностью этого отправления Было то, что оно не запечатывалось В конверт Именно открытость содержания Препятствовала появлению открытки чуть раньше Когда 30 ноября 1865 года Глава почты Северогерманского союза Впервые предложил создать подобный вид Почтового отправления Это событие позволяет дате 30 ноября Также претендовать на право именоваться Днем рождения почтовой открытки Почтовые карточки Всегда пользовались народной любовью Особенно после появления на них Красочных иллюстраций Дешевое открытое письмо С оригинальной картинкой Всегда вносили приятное разнообразие В жизнь, в которой еще не было Телевидения и интернета В России изначально правом печатать открытки Обладала только почта А уже с 1894 года Такое право получили и частные типографии Разнообразие вариантов художественного оформления открыток Вылилось в один из видов коллекционирования Названный филокартией По своей популярности он уступает лишь нумизматике В России почтовая открытка Начала свое хождение чуть позже А именно 25 марта 1872 года Но эту дату можно смело назвать Днем рождения почтовой открытки в России Одним из занимательных достижений Книги рекордов Гиннеса Стал канадец Обладатель наибольшей коллекции Почтовых открыток Насчитывающий 205 120 штук Этот факт не удивляет Так как типы оформления почтовых открыток Очень разнообразны Современные источники указывают На такие виды открыток Как поздравительные, музыкальные, патриотические, художественные И многие другие виды Разнообразные карточки и открытки Хранятся в научной библиотеке КФУ Например, здесь имеется 4 открытки Из фонда преподавателя истории Василия Ивановича Адо На них изображены различные достопримечательности Казани Например, памятник Николаю Ивановичу Лобачевскому Дом Кекина И Казанскому императорскому университету Помимо этого, здесь имеется альбом Выпущенный в Казани в 2015 году Радует, что в современном мире Где получили широкое распространение Электронные способы передачи информации и общения Почтовая открытка сохранилась И продолжает не только радовать тех Кто увлекается филокартией Но и продолжает выполнять свои первоначальные функции Амир Ахтямов, Амир Юлдашев Универньюс Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok